Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал. На нем я рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Ну что, друзья, продолжаем размышлять, куда, в какие сектора экономики имеет смысл инвестировать в 2021 году. И сегодня мы поговорим с вами про IT. И перед тем, как мы начнем, попрошу вас поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное, друзья! Погнали! Ну, до этого, как вы помните, мы успели уже обсудить отрасли, которые мне кажутся интересными. Это металлургия, это строительство, это нефть и газ, банки и золото. Ну и сегодня мы поговорим про IT. Вы скажете, какой IT? В России нет такого направления вообще. Я с вами отчасти соглашусь. Россия ассоциируется скорее с сырьевой экономикой. Мы пытаемся что-то выкопать, выкачать, где-то там, где-то что-то добыть, спилить и попытаться все это продать дороже. Это печальная тенденция, друзья. Во всем мире эта сфера сейчас является практически локомотивом. А у нас компании, которые занимаются этим, ну их просто можно по пальцам одной руки практически пересчитать. Но они есть, друзья, они есть. И в 2020 году они показали, на мой взгляд, довольно неплохую динамику, поскольку мир столкнулся с угрозой пандемии, коронавируса, это самоизоляция, дистанционная работа. Ну и вот в этой связи эта сфера получила новый импульс в своем развитии. И у нас эта сфера тоже развивается, худо-бедно, медленно, еле-еле, но развивается, друзья. Поэтому я считаю, что в 2021 году иметь в своем портфеле что-то из российского IT, как бы комично это ни звучало, но все равно имеет смысл. Ну давайте, друзья, начнем, наверное, с нашего тяжеловеса. Это Яндекс, конечно. Конечно, эта бумага занимает в индексе Мосбиржи аж 8,62%. Она четвертая по весу, ну и уступает только Сбербанку, Газпрому и Лукойлу. Да, Яндекс сейчас на подъеме, Яндекс это гигант. И эта компания весьма и весьма любопытна. Вопрос единственный, насколько она привлекательна для покупки именно сегодня. За месяц бумага прибавила 7%. Сейчас ее стоимость на момент записи видео более 5000 рублей, 5080. За полгода рост компании 61%, а за год она выросла на 89,5%. Прекрасные показатели, учитывая, какой тяжелый год мы с вами пережили, друзья. Ну и общий график по данной бумаге 367% роста. И здесь у нас данные за 6 лет. Ну, годовая доходность получается весьма и весьма интересная. Яндекс это российская IT-компания, владеющая одноименной системой поисков сети. Интернет-порталом является лидером в России. Ну, сейчас это уже мультибизнес. И Яндекс занимается очень и очень многим. Даже осенью ходили слухи, что они еще одного гиганта хотят поглотить компанию Тинько. Стоимость этой организации 24 миллиарда долларов. И вот единственное, что может смутить и должно смутить инвестора при покупке Яндекса, это высокий ПЕ, отношение цены акций к прибыли 70,8%. Это, друзья, конечно, перебор. Я Яндекс покупал, причем покупал его при низком ПЕ, потом добирал его при высоком ПЕ. Но он продолжает расти, друзья, как ни парадоксально. В этом и заключается трудность определить правильный момент входа. Если вы инвестируете на долгосрок, конечно, переоцененные компании покупать нежелательно. Но если ваша цель не 3 или 5 или 10 лет, а, скажем, поддержать и, возможно, продать, фиксанув эту прибыль, то, возможно, мне кажется, Яндекс можно попробовать купить и сегодня. Но, естественно, это все на ваше усмотрение. Показатели роста ПЕ за 5 лет минус 6%, рост выручки 28%, рентабельность вся положительная, очень невысокий долг 27% по отношению к капиталу. Вот, друзья, показатели выручки с прибылью, хорошая положительная динамика, денежные средства. Ну и, пожалуй, у этой компании можно обнаружить два существенных недостатка. Это переоцененность, раз. И второй момент, компания, классическая компания роста, которая принципиально не платит дивиденды вообще. То есть, совет директоров полагает, что они могут сейчас лучше распорядиться своей прибылью, ну и пустить ее на развитие собственного бизнеса. Это, друзья, дискуссионный вопрос, хорошо это или нет. Просто в этом секторе так поступают многие компании, молодые компании в перспективе. Я думаю, что Яндекс все-таки начнет их платить. Но сейчас они считают, что они не достигли потолка, и раздавать свои деньги акционерам это менее разумно, чем развивать свою компанию. Но, как мы видим, с годовыми результатами в 80%, я думаю, мало кто из акционеров, ну скажем, за этот год имеет обиду на этого эмитента. Вторая бумага, друзья, о которой я хотел бы вам сегодня рассказать, это, конечно, Mail. В основном они друг с другом и ассоциируются, как, я не знаю, как Волк и Заяц из мультика, как Том и Джерри. То есть, это два больших серьезных конкурента. За месяц у Mail'а минус 8,4 и стоимость бумаги на момент записи 1,974 рубля. За полгода компания выросла на 18%, и годовой график еще не полноценный, потому что она появилась на московской бирже только в июле месяце. Ну, по сути, это наш новичок. В экосистему Mail.ru входит международное игровое направление MyGames, соцсети ВКонтакте, Одноклассники, почта Mail, сервисы мобильности, сети Mobile, U-Drive, сервисы доставки еды, delivery club, самокат, ну в общем, куча-куча-куча всего. Часть направлений Mail.ru групп развивает в стратегических партнерствах со Сбербанком и Алибаба. Ну, со Сбером, как мы знаем, они по многим направлениям уже разошлись, но компания интересна и сама по себе, в том числе, не только как партнер Сбербанка. Показатели. Стоимость компании почти 4 миллиарда долларов. Вот здесь PE, к сожалению, Тинькофф нам не указывает значение PE, но мы видим, что неоднозначные показатели. Рентабельность отрицательная. Долг к капиталу тоже низкий. И нет дивидендов, друзья, аналогично, аналогично, как и с Яндексом. Компания их не выплачивает. Вот на ваших экранах показатели выручки и прибыли. И показатели по денежным средствам. Компания, естественно, не новая, просто она пришла к нам именно на российский рынок недавно. А так у нее уже многолетняя история. Поэтому тоже интересная перспективная бумага. Ну, как сказать перспективная, друзья, у нас просто выбирать не есть чего. Если посмотреть, скажем, американский сектор, то там глаза разбегаются. И там просто гигантская колоссальная конкуренция. Десятки компаний занимаются компьютерными технологиями. Десятки компаний мобильными. Ну и так далее. То есть есть целая конкуренция даже в каких-то микро подотраслях. А у нас, по сути, вот они, вот они наши представители этой отрасли. Так что либо инвестировать, либо нет. Тут выбор очень простой. И поперебирать какие-то компании, а можно все посмотреть, но в этом случае не получится. Ну и третья бумага. Она тоже, друзья, весьма необычна. И ее часто относят к этому же сектору. Хотя по факту это мульти-бизнес, где куча-куча всего. И в чистом виде это не IT, наверное, организация. Это не Яндекс, это не Mail. Но она схожа и ее принято к ним же причислять. Так вот, это АФК-система. 27 рублей стоит одна бумага. За месяц она падает почти на 17%. За полгода плюс 65%. За год тоже прекрасный рост. Плюс 85%. Общий график по бумаге выглядит неважно. Будем откровенны. То есть у нее были разные периоды в ее деятельности. Мы знаем, что она конфликтовала с одной влиятельной структурой у нас в России. После чего поимела большое количество проблем. Кто не в курсе, почитайте в интернете. Вот с 2014 года был очень сильный обвал. Потом бумага к 2016 году восстановилась. Потом вновь ушла вниз. Но сейчас она явно находится в восходящем тренде. И этим трендом вполне можно пользоваться. АФК-система является одной из самых крупных российских публичных финансовых корпораций. И занимает ведущие позиции в целом ряде перспективных отраслей экономики. Инвестиционный портфель АФК-система состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах. Включая телекоммуникации, энергетику, розничную торговлю, высокие технологии. Лесозаготовка, лесопереработка, фармацевтика, медуслуги. Куча всего, друзья. Все даже и не перечислить. Прогнозы по этой бумаге. Консенсус прогноз покупать. ВТБ Капитал прогнозирует. Вот довольно свежий прогноз в декабре. Плюс 55% роста. Считают, что бумага будет стоить 43 рубля. Атон плюс 26. Газпромбанк плюс 29. То есть все прогнозы положительные. Но, друзья, сейчас мы перейдем на вкладку показателей. И вы будете шокированы. Каковы они? Да, друзья, это удивительная вещь. При очень слабых цифрах компания, которая год подряд приносит великолепную прибыль. И я держу эту бумагу уже больше года. И она меня очень радует. Стоимость компании 273 миллиарда рублей. Нет показателя ПЕ. Рост выручки 0.33. Смотрите, рентабельность вся в минусе. И наиболее пугающим выглядит значение долга к капиталу. 2400 процентов. Это просто катастрофа. Ну, АФК-система выпускает еще и облигации. К тому же. И здесь, естественно, вот этот долг сюда тоже закладывается. Компания дивидендная, но очень слабо дивидендная. Там, по сути, дивиденды символические. Вот показатели выручки с прибылью. Показатели по денежным средствам. Что касается дивидендов. Сейчас мы на них с вами посмотрим. В 2018 году 1,24%. В 2019 году 0,95%. И в 2020 году 0,72%. Всего лишь 13 копеечек на одну бумагу они заплатили. Ну, как бы почти ничего. Будем откровенны. Дивиденды почти не платят. Что на выходе, друзья? Это довольно дискуссионный вопрос. Стоит ли инвестировать в этот сектор. Если по предыдущим отраслям, которые мы с вами разбирали, у меня есть более глубокая убежденность в том, что они интересны, в том, что они перспективны, то здесь такой убежденности у меня нет. Но, друзья, тем не менее, я считаю, что 2021 год вполне может стать годом технологичных компаний. Потому что те проблемы, с которыми мы прожили 2020, они никуда не денутся. И сиюминутно они не решатся. Поэтому все те же драйверы, все те же стимулы, которые двигали вверх вышеуказанные бумаги в 2020 году, они будут двигать их и в 2021. Если, друзья, сохранится тот статус-кво, который мы имеем сегодня в мировой политике, в мировой экономике, в эпидемиологической ситуации. Поэтому я считаю, что это неплохая инвестиционная идея, но, друзья, не инвестиционная рекомендация. Все. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Буду рассказывать вам о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учиться инвестировать вместе с вами. Хорошего дня, друзья. Пока-пока.